Театр «Шалом» открыл новый сезон. На сборе трупы руководство рассказало о творческих планах, мечтах и надеждах. Чем артисты будут удивлять зрителей, узнала Наталья Кравченко. Я могу повторять ваши слова, даже когда бегу со знаменем вперед или назад. Я тоже очень по вам скучаю, и по вашим сестричкам, и по Розе Григорьевне. У вас замечательная мама, хоть она сперва и называла мою голову гипсовым бедром. В новой постановке Моня Цацкис «Знаменосец» Антон Шварц играет литовского еврея, попавшего в Красную армию. Актер служит в театре «Шалом» уже шесть лет. Когда-то приехал сюда из далекого Сургута пробоваться в мюзикл, но вокал его забраковали и в постановку не взяли. Зато артисту дали роль в драматическом спектакле. С тех пор Антона не отпускает мечта петь и танцевать на сцене. Будут два мюзикла, нам сказали, и мне надо будет что-то сделать со своим вокалом, чтобы не было как в тот раз. А то никуда не возьмут и буду потом горевать. Нет движения, куда ты идешь, к чему, а это перспектива. И я это, а потом это, и это, и вот, да, попал к вам, к евреям, это кульминация. Я в совершенстве владел немецким языком и знал, как немцы поступают с евреями. То есть сменил свое имя на ЗЭП и выдал себя за фолькс-дольче из немцев. Фолькс-дольче из немцев. В предстоящем сезоне у театра «Шалом» несколько премьер. Одна из них – мюзикл по пьесе Семена Анского «Дибук». За музыкальное наполнение отвечает Александр Журбин, а за финансовую поддержку медиагруппа «Первый еврейский» совместно с президентским фондом культурных инициатив при участии благотворительного фонда «Стмеги». Вечная история – история о той теме, которая так важна для театра «Шалом», о человеческих ценностях, о том, как оставаться собой в самые темные, в самые любые времена. Времена легкими никогда не бывают. Времена они выбирают. Говорят, выбирают друзей. Театрал из столицы в новом сезоне увидят своих любимых актеров, но незнакомую сцену театра. Ремонт здесь идет уже 8 лет. И новому руководству пока приходится разбираться с богатым наследством своих предшественников. Мы о них узнаем каждый день. У нас каждый день что-то новенькое. То в суд кто-нибудь подаст, то еще что-нибудь. Какие долги всплывают. Все будет хорошо. Благо у нас команда такая, знаете, оптимистов. Потому что иначе без такого настроения. С плохим настроением тут слона не продашь. И с плохим настроением театр не откроешь. Временным домом для труппы станет Центр Высоцкого на Таганке. 6 сентября артисты сыграют здесь новый спектакль «Полная иллюминация». А новый 2023 год актеры надеются встретить уже в родных стенах. Это станет лучшим новогодним подарком и для них, и для их зрителей. Продолжение следует...